и всем привет друзья с вами снова кот начинаем проходить новую миссию от лекса 90 миссия называется деноцификация 2 прохождение будет состоять из двух частей так как миссия длинная и в одно видео все не войдет ну а пока смотрим вступительный ролик титры и начинаем а Ну что, выдвигаемся. На самом деле, непривычно видеть такой прицел на калаше. Я его обычно использую на винтовке Т-5000. Очень непривычно. Сейчас у нас с такой оптикой на автомате я ни разу не бегал. Ладно. Не вижу нигде противника. Ну да, тут боты без меня справились. Они друг друга видят куда лучше. Первая точка проверена. Непонятно, кого они тут охраняли. Разве что разбитый Урал и два ящика, которые пустые. Идем дальше. Противник! Пикап! 300 метров! Восток! Пикап это, скорее всего, какой-нибудь хаммер. Надо быть осторожней. Подойдем поближе, чтобы все рассмотреть. Да. Это точно хаммер. Пулеметчик минус. Водитель минус. Больше никого не было. Идем дальше. Так, похоже, очередной патруль. А нет, блокпост. Вижу вражеского стрелка. 100 метров вперед. Вижу цель. Вместе метров вперед. Готов. А это все? Похоже, там было не так много противника. Раз уж боты справились без меня. Продолжаем двигаться вперед. Вдали точно ничего не видно. Очередной блокпост, похоже. Не, с пулеметчиком по-тихому к ним точно не подойдешь. Да. Очередной блокпост. Ну, вот как это так? Ладно, займемся вот этим. Блин. Минус. Похоже, все. Еще что ли кто-то? Как бы мы это уже поняли. В моем случае, часть ботов осталась тут, а те, кем я могу управлять, пошли со мной дальше. Нам нужно двигаться к следующей точке. Вот она обозначена. Знает, кто такие. Явно не наши. С ними надо разобраться. Пулеметчик минус. Пулеметчик минус. Ну, это трава и деревья из Арма-2, по-моему. Там у них были такие же характеристики непробиваемые. На картах из Третьей Армы вроде бы как все получше с этим отстоит. Гранатометчик. Был. Отличился. Тут какой-то лагерь. Придется перейти на короткий. С такой оптикой вблизи воевать очень плохо. Минус. И теперь идем к дальней точке. Путь будет очень длинный. Вижу врага. Пикап. Сто метров впереди. С пикапом надо быть осторожней. Причем он тут не один. Так. Вот он. Минус. Минус. Там еще один был. Поэтому очень аккуратно обходим справа. Это все тот же. Другой хаммер немного спрятан в лесу. Вот где-то здесь надо выйти. Но так, чтобы они не заметили. Вот он. Берем гранатомет. Все. Дорога свободна. Техника. Техника. Противник. Бронемашина. Сто метров впереди. Грузовик. Триста метров. Минус. Напасная штука. А вот и противник подходит. Прямо на север. Вражеский солдат. Сто метров вперед. Вижу врага. Вижу вражеского стрелка. Триста метров. Прямо на север. Ушел. Минус. Но там был еще один. Вот он. Готовый. Союзники заметили еще кого-то. Ладно, подойдем поближе. Солдат, грузовик, 300 метров, северо-запад. У нас контакт. Подожди расположение расчетов. В этих координатах. Запрошенные разрешения на уничтожение. Огнем! Солдат! 100 метров, вперед! Да, только перед тем, как уничтожить, неплохо было бы зачистить местность. Противника здесь много. Будем искать цели. Подойдем поближе. Грузовик, 300 метров, северо-запад. Этот, похоже, не туда воевал, не в ту сторону. Не рекомендую использовать этот хаммер. Рядом где-то катается зенитка на 6-ти ГАЗ-66. Если она сюда приедет, то все будет очень плохо. Мне повезло, она приехала в другое место и даже пригодилась мне. Но это будет во второй части видео. Минус. Много противника в этом районе. С этим прицелом только в положении лежа удобно стрелять. Минус. Еще один. Они еще окружить пытаются. Лучше использовать вот это укрытие. Так, вот он, пулеметчик. Минус. Минус. Я бы не стал торопиться уходить отсюда. Но попробуем сейчас одну установку выбить. Да, неплохо получилось. Это не тот. Еще где-то. Вот он. Минус. Еще один. Минус. Один бот у меня остался. Так. Но и этот не последний. А этот там что, с него лук собирал, что ли? Какой готов? Вон, живой еще. Теперь-то, конечно, нет. Вот еще один подходит. Да блин. Он еще окружить пытаются. Сейчас найдем, где он. Все. Этот маленько другим был занят. А тот теперь ушел. Ну, да. Вот он. Только в армии можно в горло попасть и в живых остаться. Он давящую повязку, наверное, себе наложил и все. Вот они так и будут потихоньку подходить. Ну, здесь я поставил взрывчатку. Там пришлось одолжить обычный автомат у наших противников. Теперь они подходят с другой стороны, откуда я пришел сюда. Там еще, судя по всему, пришли те парни, которые остались на блокпосту. Я так и не понял, почему они там задержались, но... Ладно. Ну, а то они там перестреливаются. Мне отсюда не видно. Взрываем. Как-то... Слабовато. А, не, нормально. Ну вот, теперь нам осталось еще... Две установки. А, вот. Да, два противника там. Гранатомет возьмем. Страшно! Минус одна. А на второй еще и стрелок остался. Теперь его, конечно, нет. Второй тоже можно попробовать заминировать. Хотя... Можно с гранатомета было уничтожить. Все, ставим мину, отходим. И взрываем. И на этом первая часть видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк. Не забудь подписаться на канал. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok